Сегодня в мире несколько десятков королевских династий. В каждой семье свои традиции воспитания детей. Но некоторые принципы можно считать общими для всех монархий. Как влияет протокол на детство принцев и принцесс? Какие королевские методы воспитания подойдут и для обычных семей? Запреты и традиции. Жизнь королевских отпрысков строго регламентирована с самого рождения. Например, в Великобритании первым о появлении их на свет всегда узнает действующий монарх. Перед дворцом ставят мольберт с объявлением о рождении, который обязательно набран на машинке. Также о рождении возвещают глашатые и пушечные залпы. Новорожденных принцев и принцесс в Великобритании всегда выносят из роддома в одеяле определенной фирмы, а на крестинах используют историческое крестильное платье. Крестных родителей всегда не менее пяти. Этикету подчинены буквально все аспекты жизни маленьких принцев и принцесс. Они должны тщательно соблюдать дресс-код. Например, мальчики до определенного возраста появляются на публике только в шортах. В британской королевской семье правила запрещают наследникам путешествовать вместе. Чтобы отправиться куда-то вместе с отцом, маленькому принцу нужно специальное разрешение монарха. Для высокородных особ неприемлемы некоторые развлечения, к примеру, азартные игры, в том числе монополия. Считается, что они вызывают неподобающие эмоции. Любые подарки от поданных принадлежат короне и распоряжается ими только монарх, а не маленький будущий наследник. Но принимать их следует с улыбкой и благодарностью. На Рождество в британской королевской семье дети открывают подарки только по сигналу рождественского колокольчика. Такова традиция. Представители королевских семей должны быть во всем скромны и держаться с достоинством. Принцев и принцесс обязательно учат держаться на публике, следить за осанкой, правильно махать рукой, приветствуя толпу. Для малышей проводят уроки этикета и тренинги по общению с прессой. Обязанности и воспитание. В школу дети в европейских странах идут рано. Последними представителями британской королевской семьи, получившими домашнее образование, были королева Елизавета и ее сестра Маргарет. В дальнейшем принцы и принцессы учились в частных школах, но наравне с обычными детьми. И принцы, и принцессы обязательно занимаются балетом. Важнейшая часть образования монарха в любой стране – это иностранные языки. Обычно принцы и принцессы начинают учить их с 2-4 лет. Как правило, учат и те языки, на которых говорит население родной страны, если их несколько. Принцесса Испании Леонора в возрасте 14 лет выступила на официальном мероприятии с речью на испанском, английском, арабском и каталанском. О спорте юные потомки королей тоже не забывают. Активный отдых у них в почете, а приоритетными считаются такие виды спорта, как гольф, гребли, яхты, конное поло, горные лыжи, теннис. Иногда жизнь монархов и большой спорт пересекаются. Например, княгиня Монако Шарлин была профессиональной пловчихой и выступала на Олимпиаде за ЮАР, а с будущим мужем познакомилась на соревнованиях. Представители монарших семей уделяют много времени благотворительной деятельности. К ней приучают и малышей. Они вместе со старшими посещают приюты, больницы, детдома, пробуют себя в качестве волонтеров. Будущие монархи должны быть всесторонне развитыми и знать культуру своей страны. Известно, что принцесса Кэтрин поощряет в детях любовь к музыке и интерес к музыкальным инструментам. Она также регулярно водит детей в музеи и на выставки. Во многих странах не только мужчины, но и женщины в королевской семье считаются военно обязанными. К примеру, будущая королева Бельгии, принцесса Элизабет, училась в элитной военной академии стрелять, маршировать и ориентироваться на местности. Принципы воспитания в семье принца Уильяма и принцессы Кэтрин. В семье принца Уэльского на детей никогда не кричат и не поднимают руку. Даже в угол их не ставят. Вместо этого детям предлагают сесть вместе на специальный диван и спокойно обсудить проблему. Принцесса Кэтрин не разрешает детям играть в игры на компьютере и планшете. Предпочтение в семье отдается играм с игрушками и развлечениям на свежем воздухе. Показной роскоши в королевских семьях избегают. Так, принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин пользуются минимальным количеством прислуги и одевают детей в одежду общедоступных марок. Папарацци замечали, что юные принцы иногда донашивают одежду друг за другом. По словам принцессы Кэтрин, один из советов, которым она следует в воспитании, не мешать ребенку совершать ошибки и позволять ему самостоятельно исследовать мир. Кэтрин и Уильям используют принципы активного слушания. Часто даже во время официальных мероприятий они садятся на корточки перед ребенком, чтобы при разговоре глаза их были на одном уровне. Это помогает малышу быстрее успокоиться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, впереди много нового.